Всем привет! Вы на канале, мы из Эстонии. А что ты так говоришь? Давай заново. Всем привет! Подписывайтесь на канал Алым Ромьевым. Рекламу твою здесь не надо. Это мой канал. Это мой канал, иди отсюда. Мы сейчас находимся на Чудском озере. На туристической стоянке Рымка. Уже полторы недели, как мы вернулись из путешествия по Европе. Мы из Хорватии. Нам все понравилось. Ездили на машине. Двумя семьями. Если кто не видел, смотрите на нашем канале. Есть много серий про это путешествие. На протяжении 10 лет, практически каждое лето, наша семья выбирается в автомобильное путешествие по разным странам. Мы прям жаждем этого. Считаем дни до поездки и откладываем деньги. Когда мы только начинали путешествовать, мы совершенно не знали, что нас ждет и к чему надо быть готовым. Мы попадали в различные дорожные ситуации и с успехом выходили из них. Таким образом, мы накопили немалый опыт и теперь хотим поделиться им с вами. Мы все жаждем познать мир. Но на это не всегда хватает денег. И вот об этом сегодня мы и поговорим. Я не буду вам рассказывать, где и как можно заработать деньги, но как и где сэкономить ваши деньги в путешествии, я расскажу вам с удовольствием. Ну все, поехали. Если вы начинаете свое автопутешествие из России, то я бы вам настоятельно рекомендовал полностью заправить бак своего автомобиля. Так как в России одна из самых низких цен по Европе. В некоторых странах Европейского Союза топливо стоит в 2, а то и в 3 раза выше, чем в России. Также вы можете взять с собой дополнительное топливо в канистре. Все страны Европейского Союза допускают ввоз топлива на свою территорию вне бака. Общий объем провозимого топлива не должно превышать 10 литров. В противном случае вас могут заставить заплатить налог. Также вы можете дозаправить свой автомобиль в Калининградской области, который находится между Литвой и Польшей. Канистры лучше всего подготовить заранее. Подойдут обычные канистры от моторного масла, которые всегда имеются в арсенале настоящего автолюбителя. Воронку для залива топлива возить с собой не обязательно. Ее можно изготовить в полевых условиях при помощи обычной пластиковой бутылки и ножика. Вы срезаете бутылку под углом, как показано на этом рисунке, и воронка готова. После того, как вы освободили свои канистры, их всегда можно выкинуть в специальные контейнеры, которые установлены на парковках для отдыха. Таким образом вы освободите место в багажнике своего автомобиля, и вас не будет беспокоить запах воняющей воронки. Итак, давайте же посчитаем. С одного бака и канистры мы можем сэкономить до 60 евро. И это уже неплохо. Согласитесь, да? Продукты питания. Никому не секрет, что мы люди очень любим покушать, особенно на отдыхе. Новая еда, новые вкусы, и все хочется попробовать. И поэтому на питание тоже уходит очень много денег. Но если вы не лентяй, и приготовить еду вам не в тягость, то дослушаем дальше. В некоторых странах Европы цены на продукты питания приятно удивляют. А некоторые товары можно приобрести почти даром. К таким странам относятся Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. В таких странах можно недорого купить продукты питания, одежду и алкоголь. Польша славится продуктами сельского хозяйства и молочной продукции. Для примера, 1 литр польского молока стоит всего 50 центов, а пачка сливочного масла – 1 евро. В Венгрии вы можете купить бутылку венгерского сухого вина всего за 1 евро. А в Чехии можно поживиться пивом. Пол-литровая банка пива обойдется вам в 50 центов, а 2-литровая бутыль от 1 евро и выше. Подведем итог. Итак, если вы едете из России через всю Европу на отдых в Хорватию, и у вас есть в багажнике свободное место, то я бы вам посоветовал заехать в гипермаркеты, такие как Ашан, Теско или Лидл, и купить немного покушать. А если вы заядлый любитель пива, то лучше всего купить его в Чехии. Так будет намного дешевле и надежнее. На продуктах питания можно сэкономить от 100 до 200 евро на семью. С едой мы разобрались, у нас теперь идет следующий ночлег. Во время путешествия нам надо где-то останавливаться для отдыха и ночлега. Во многих странах Европейского Союза отели очень дорогое удовольствие, и цены начинаются от 50 евро. И поэтому многие европейские путешественники не брезгуют спать своих автомобилей на специально сделанных для этого стоянках, которыми утыканы все скоростные трассы Европы. По утрам можно наблюдать на этих стоянках такую картину. Сонные европейцы в пижамах выползают из своих автомобилей и идут в сторону санузла. Эти стоянки напоминают большую обустроенную зону отдыха, с местами для пикника и детскими площадками. На таких стоянках всегда есть вода, контейнеры для мусора, кофейные аппараты, душ и туалет. Есть и огромные стоянки с заправками, отелями и фастфудами. И на таких стоянках обычно бывает бесплатный интернет. Самые дешевые отели, которые мы только видели, были в Польше, Чехии и Словакии. В ночь таких отелях обойдется вам всего в 15-20 евро. Отличной альтернативой отелям и гостиницам может стать кемпинг или туристические базы, где оплата проживания будет в разы меньше. К примеру, бережливые европейцы уже давно путешествуют подобным образом. Принять душ в Европе можно почти на любой заправке. Примерная стоимость около 5 евро. Две недели проживания в отеле обойдутся вам в 700 евро. Проживание же в кемпингах – 350 евро. Или вовсе можно не платить за жилье, останавливаясь лишь на бесплатных стоянках. Виньетка. Виньетка – это оплата автобамов. Поехали. Виньетка чаще всего представляет собой бумажную наклейку, которую необходимо приклеить на внутреннюю поверхность лобового стекла автомобиля. Виньетка служит в качестве оплаты дорожного сбора и дает разрешение на проезд по автомагистралям и автомобильным дорогам страны в течение определенного промежутка времени. Виньетка используется во многих странах Европейского Союза. Наиболее оптимально покупать виньетку в той стране, в которой она действует. И лучше покупать ее в валюте именно этой страны. При покупке виньетки обращайте внимание на ее стоимость. Стоимость 10-дневной виньетки может ненамного отличаться от стоимости месячной виньетки. И таким образом вы тоже сможете сэкономить. К примеру, в Чехии 10-дневная виньетка стоит 11 евро, а месячная всего 16. Сейчас немного поясню, зачем лучше покупать виньетку на больший срок. Проезжая транзитом через Чехию и, например, Хорватию, вы, скорее всего, не сможете уложиться в 10-дневный срок. А на обратном пути вам придется покупать виньетку заново. Виньетку можно купить на заправочных станциях или в специальных киосках, расположенных близко к границе, как в самой стране, так и в соседних к ней странах. За наличием виньетки на вашем автомобиле очень тщательно следят полицейские при помощи специальных сканеров, которые установлены над дорогами. Если такой сканер видит, что на вашем автомобиле нет виньетки, то тогда он передает информацию на пост и вас обязательно встретит наряд полиции и выпишет штраф в размере от 350 до 500 евро. Ну а если у вас совсем нет денег на виньетку, то вам тогда придется пользоваться бесплатными дорогами того или иного государства. Эти бесплатные дороги, как правило, с хорошим покрытием, но частенько проходят по холмам, горам и городам. И, как правило, на таких дорогах стоит ограничение по скорости 50-70 км в час. Итак, если вы хотите ехать быстро, то покупайте виньетку. Ну а если вам спешить некуда, то вы всегда можете прокатиться по красочным местам совершенно бесплатно. Ну так, с дорогами разобрались, поехали дальше. Пятое оборудование. Когда на улице плюс 40, вы никак не сможете обойтись без холодильника. Лучше всего покупать холодильник компрессорного типа или на Ганзу. Стоимость аренды холодильников в некоторых кемпингах равняется проживанию одного взрослого человека. Если у вас семья из трех человек, то вам достаточно будет купить двух- или трехместную палатку. Если вы возьмете с собой палатку семейного типа, то вам придется за нее заплатить вдвойне. Чайник. Очень удобно в кемпинге иметь электрический чайник. Всегда можно хлебать чайку или кофе. И даже заварить кашу или лапшу. Мультиварка. Это вообще незаменимая вещь на отдыхе. Работает от розетки. Перед тем, как идти на пляж, вы закидали в нее продукты. А по возвращению вас будет ждать вкусный обед. Плита. Лучше всего покупать электрическую плиту. Она намного безопаснее, чем газовая. И у вас никогда не возникнут проблемы с ветром. Если вы хотите использовать плиту в машине, то лучше всего покупать газовую плиту с баллончиком. Очень удобно. Достали из чемодана. Повернули вентиль. Пьезо зажигания. Все. На готовке еды вы также можете сэкономить очень круглую сумму. Покушать с всей семьей в кафе обойдется вам минимум 50 евро в день. А если готовить самостоятельно, то вполне можно уложиться в 15-20 евро. Посчитаем. Две недели покушать в кафе обойдется вам в 700 евро. Или же вдвое меньше, если готовить самостоятельно. Да, еще немного скажу про отели. Если вы все-таки решили остановиться в отеле, то не надо бронировать отель заранее. На месте можно всегда договориться дешевле. Итак, мы с вами узнали. Как следует нехитрым правилам, можно легко сэкономить 500-700 евро. Ну, напоследок скажу как обычно. Если это видео вам понравилось и было полезным, то не забываем ставить жирные пальцы вверх. А если вы еще не подписаны на наш канал, то жмем на подписку. Ну, на этом все. Удачи всем и пока.